Первый вопрос к тебе хочу спросить. Вот сейчас уже 25 акций торгуются на вечерке. Будет в конце года 38 акций торговаться на вечерке. Как ты к этому относишься? Это полезная штука? Я не знаю. Видимо, хотят трейдеров лишить личной жизни полностью. Я, честно говоря, не очень одобряю и поддерживаю эту вещь, поскольку, опять-таки, человечество боролось за 8-часовой рабочий день несколько столетий. А сейчас у трейдеров, получается, опять ненормировано. Ну, конечно, это избавит нас от гэпов отчасти, хотя до конца точно не избавит. Ну, возможно, рынок станет более ликвидный тоже. Скорее всего, наверное, повысится ликвидность как раз эти 25-30 бумаг. Но я не думаю, что она как-то серьезно сделает погоду. Я считаю, что торговля с 10 до 18-40 – это вполне адекватное время увеличить его. Самый клубок такой нет. А ты знаешь, что у нас сейчас звук с тобой не айс? Возможно, да. Ну, ладно. Хорошо. У тебя нормально все с интернетом? Все хорошо? Да, да. Все хорошо. Скорость хорошая. А вот по поводу американских акций, которые будут тоже торговаться в конце года, это нормально? Нет, я считаю, что это совершенно бессмысленная вещь. Рынок продолжает оставаться неликвидным и малоинтересным. Если он хочет покупать Америку, то он идет в Америку и покупает бумаги там. Торговать американские бумаги на российской бирже – это, на мой взгляд, не особо здравая идея. Ну, и как показывает практика, там многие солидарны. Объемы торгов там продолжают оставаться невысокими. Поэтому, думаю, что это ерунда. У тебя телефон ходит туда-сюда, туда-сюда. Поэтому я хочу извиниться перед нашими зрителями, если же какие-то будут проблемы. Но, главное, это слышно. Извините, друзья. Не всегда мы, так сказать, можем обеспечить вам студийную запись. Когда будет радио Романа Андреева, тогда мы обеспечим. Пока никак не можем обеспечить. Что ты думаешь по поводу текущей ситуации? Вот мы выросли, индекс РТС отыграл 50% падения от января, я имею в виду. Что дальше? Сейчас рынок быков, рынок медведей или рынок козлов? Сейчас рынок быковика. Мы не можем пока пройти сопротивление на 1840. Это пока наше каменное предсновение. Если мы его пройдем, этот уровень, закрепимся выше, то, скорее всего, поедем либо обновлять исторические максимумы, либо будем расти до тех пор, пока американцы не обновят исторические максимумы. Там, я думаю, что это тоже должно произойти. Ну, в принципе, пока настрой позитивный. Пока настрой позитивный. И напрягает этот боковик, конечно, с которым мы сейчас ходим. Но, опять-таки, мы удержали поддержку на 1670-1680 по МВБ, на 2670-2680. Ну, в общем-то, теперь будем пытаться пробить сопротивление на 2840. По поводу нефти. Вот Сергей Дроздов, которого мы хорошо знаем, говорит, что в конце года можем увидеть 55-55 долларов за баррель. Ну, и рубль на отметке 65-66. Насколько вероятен такой сценарий по нефти? 50-55? Да, вполне вероятен. 43-4 сопротивления мы не пробили, конечно, но, по крайней мере, факт прокола зафиксирован. И, скорее всего, мы пойдем выше. Следующее сопротивление 45-55. Если мы пробиваем 45-55, то дальше уже 55-60 зона будем встречать. Ну, и по доллару, по доллару, скорее всего, да. Рост там особо не удался, к сожалению. Поэтому, если мы пробьем 68,2, поддержку, от которой отбились, то дорога следующая цель уже 65, да. У тебя есть прогноз на золото и серебро на конец года? Я по времени не специалист и вряд ли кто-то специалист. С тех пор, как ФРС начал отпечатать деньги, все циклические системы, они перестали работать. Ну, на мой взгляд, золото дороговато. Вот сегодня мы отбивались от сопротивления. Там, дай бог памяти, 1800, по-моему. То есть, 1790-1800. В принципе, если мы этот уровень пробьем, то можем сходить на 1930. Но у меня пока все-таки ожидания больше вниз по золоту. Поэтому я там сейчас не участвую. Сейчас многие аналитики ожидают, что ЦБ снизит еще на 0,5% ставку до конца года. Как это может повлиять на рынок облигаций, с твоей точки зрения? Ну, позитивно повлияет, естественно, облигация. У нас просто продолжают обновляемые стоящие максимумы. РГБИ, индекс наших суверенных облигаций тоже подрастает. Ну, в принципе, как каждая терапция роста ставок для облигаций позитивная. Просто, с другой стороны, я не совсем понимаю, зачем это делает ЦБ. Просто на мировых рынках и мировой экономике положение не настолько сейчас позитивное, чтобы можно было снижать ставки. И я по-прежнему думаю, что если все-таки вторая волна негатива будет, ну, придется нашему ЦБ опять эти ставки поднимать. А вот это вот дергание вверх-вниз, это достаточно серьезно вредит среднему бизнесу, да и крупному бизнесу тоже, поскольку, так сказать, они не могут долгосрочно планировать какие-то стратегические прогнозы делать. Я считаю, это пока бесколковое влияние. Скорее всего, это просто популистские меры. Ну, поэтому держать облигации лучше все-таки быть, так сказать, настороже, скажем так. И при малейшем типише я бы, наверное, из бандов выходил. Еще раз извинюсь нашим зрителям за не очень качественный звук. По поводу АФК-системы. У тебя нет мысли купить немножко под дивиденды? Ну, АФК-системы у меня, в принципе, есть в ланге. Вот, докупать особо не планирую. Хотя бумажкам нравится мне, я думаю, что она будет продолжать расти. Она очень хорошо, очень там скачила, что говорит о том, что продолжает какой-то покупателем бумагу, скажем, кастоваться. Ну, под дивиденды, под дивиденды я докупать ничего не планирую, поскольку, в общем-то, рынок сейчас в боковике, и есть какие-то шансы, что он может развернуться вниз, а покупать бумагу под дивиденды лучше на растущем рынке. Тогда, по крайней мере, дивидендные гэпы закрываются в течение нескольких дней. А вот на падающем рынке можно конкретно влететь, поэтому я в эту игру, пожалуй, не буду играть. Сейчас полюс 11700. Всего лишь, по-моему, месяц назад он был 10 тысяч, и еще думали, там провалится, не провалится, ниже 10 тысяч, пойдет на 9600. Как ты относишься к инвестициям в полюс? Ну, то же самое, не лезу пока в бумаге. Была у меня попытка ее купить, но в итоге и полюс, и полиметалл выбило под стопу, и все, собственно говоря. На этом мои взаимоотношения с этими бумагами окончились. Я считаю, что такие высокие цены на бумаге слезы высокой цены на золото, ну, а поскольку я золото жду вниз, о чем я уже сказал, то и в полюс золото и полиметалл не лезут. Ну, и последний вопрос по поводу Сбербанка. Что ждешь? Первый, я думаю, что, ну, если наши бумаги собираются продолжить рост, то как раз рынок будет круто расти именно на Сберии и на Газпроме. Я считаю, что этими двумя бумагами наш рынок как раз и держит от пробоя 2,840 отметки, но когда, так сказать, решат отправляться дальше, вот как раз я думаю, что основной рост будет сосредоточен в бумагах Сбера и Газпрома. Они будут расти очень-очень быстро и очень круто, поэтому бумажки у меня есть и те, и те. Пока половина позиций куплена, но вторую половину, в принципе, хотел сегодня добирать с утра, но немножко не добили. Ни в Сбербанке, ни в Газпроме. Поэтому я жду обновления лоев дня. Ну и, собственно говоря, после этого, наверное, докуплю эти позиции. В принципе, я позитивно смотрю и на ту, и на другую бумагу, но и надеюсь, что, так сказать, они наверстают упущено и догонят, так сказать, в своем росте все остальное, причем достаточно быстро, скорее в течение нескольких дней. Спасибо большое, Роман. И слушателям прошу прощения, у нас небольшие были сегодня, ну, звук на четверочку, скажем так. Еще раз спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин